всем привет с вами оксана дерезан и сегодня я хочу с вами поговорить о моем рассказать о моем топе пугающих сюжетов наборов производителей для меня и это будет такой топ где будут не только наборы ним только ну будут и сюжеты и какие-то производители то есть я буду рассказывать о пугающих моментов все это любимые мной сюжеты и наборы но есть пугающие моменты по которым потупа вот причины по которой вот я так и не приступила или не решилась на вышивку этого набора итак у меня топ-12 этот топ я видела на канале малиновые крестики ссылочку на это видео я вам обязательно оставлю внизу в инфобоксе у нее честно говоря не помню топ-10 по моему было у меня топ-12 получилось и так на двенадцатом месте у меня стоит набор от конкретный набор от фирмы алиса это вот эти белые розы что конкретно меня здесь мне очень нравится этот сюжет я влюбилась в него практически как только увидела его познакомилась я вообще вот с этими сюжетами по картине льва ашова благодаря видео светланы горелкиной виталюсе и любовь с первого взгляда меня посетила но когда видела когда вышивали девочки его на youtube вот частности вот волкова алена еще вышивали тоже и рассказывали о том что здесь есть бленд такой когда нижний полукрест вышивается одним цветом а верхний полукрест другим цветом и этот конкретный бленд он меня напугал можно сказать поэтому я пока еще не решилась вышивать этот набор была даже крамольная мысль его продать но потом я передумала потому что мне очень 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 нравится этот сюжет я себе я себя было так играть оксану 5 белые розы дименшинс тебе хватит но они там другие белые розы эти тоже очень хороши и тоже мне очень хочется их вышить но вот пока что не решилась далее идет наборы у меня идут от фирмы дименшинс мною обожаемый производитель 11 место занимает набора дименшинс вот эти два букета два цветочных натюрморта пионы и дельфиниумы и восточное великолепие я когда покупала не боялась хотя знала что два пионы дельфиниум один из самых сложный потому что там много одиночек там много бэкстича и но я как-то не пугалась его думаю справлюсь все но узнав о том что наверное татьяна лазовская вышивала в 11 месяцев меня как-то это слегка как-то отрезвило да так от влюбленность от и опьянения этим сюжетом вот что касается восточного великолепия то о трудностях вышивки этого сюжета рассказывала людо канал cross-stitches людо и напугала да она меня ругала потому что думаешь если такая вышивальщица многоопытная как люда то есть можно быть вышивальщицы с большим стажем но не быть многоопытная допустим вышивая какие-то однотипные сюжеты в одной и той же технике люлю да она вышивала разные сложности сюжеты и она достаточно такая многоопытная и тем не менее она рассказывала трудностях выполнения именно этой вышивки и это нисколько не убавило моего желания вышивать данные сюжеты но во времени она их отложила да так откинула туда дальше и я не знаю пока когда я к ним приступлю 11 место моего топа 10 место моего топа это такие два набора которые у меня уже есть к ним же можно отнести и образа в каменях набора которые я даже не решилась купить которую очень мне нравится там топ-3 любимых мной набору ангел-хранитель домашнего очага матрона московская серафим саровский здесь изящное рукоделие это как богородица казанская господь-содержитель что меня здесь пугает это тоже да вот что вот возможность испортить работу потому что здесь есть канитель здесь есть оплетка то есть бусин или шамбал оплетаются бисером или другими бусинами канитель которая вот туда-сюда надо можно ее тоже испортить или не дотянешь или перетянешь ее и вот это вот такие вот моменты они конечно немножко охлаждают пыл и я вот так до сих пор и не решилась начать вот хотя я видела в живую вышитую господь-содержитель оформленную багетной мастерской это что-то просто невероятно красивая поэтому я надеюсь решиться на них когда вышью их вот эти два набора тогда уже можно будет подумать о покупке образа в каменьях следующие то на девятом месте это набор от фирмы fuji к и сюда же я бы наверное добавила схемы от екатерины волковой потому что страх у меня примерно такой же как вот как схема волковой так и набором fuji к то есть это частичная при частичной вышивки огромное количество цветов одиночек то есть одно дело одиночки по при полной зашивке совершенно другой одиночки при частичной зашивки бэкстич у волковой там вообще огромное количество бэкстича при при том что у нее огромное количество цветов еще огромное количество бэкстича и все там много цветов бэкстича у fuji ка здесь тоже сложность в схеме Разобраться с этой схемой бывает тоже непросто Ну, в общем, вот эти два производителя Они у меня на девятом месте в моем топе Пугающих меня Мной любимый мне, допустим, очень нравится Тоже натюрморты Екатерины Волковой У нее есть шикарная просто богиня Лакшми Разработка Но я так и не решилась на покупку ни одной схемы Потому что вот есть страх не справиться с этой работой То же самое касается набора Фуджика У меня было два, сейчас остался один Я просто один подарила уже Понимаю, что я не решусь на него Но если все-таки решусь и вышью Не если, а когда То тогда, конечно, мне хотелось бы вышить потом еще вот такой букет Очень красивый Вот этот вот очень красивый букет И мне еще очень нравятся вот эти два букета Но для начала Вот мне, как мне кажется, вот это вот один из простейших Более простых, наименее сложных, скажем так Но, тем не менее, он стоит на девятом месте в топе пугающих меня наборов Следующее место Восьмое место занимают наборы от Тей Гувернер Здесь тоже есть огромное количество цветов Насчет бэкстича я не знаю Здесь я не помню, есть он или нет Но здесь добавляется два пугающих фактора Это вышивка в одну нить И вышивка на тридцать шестом каунте Тридцать шестой каунт это такой мелкий Но его можно заменить на восемнадцатую аиду Раз уж куда не шло Но вышивка в одну нить остается тоже еще плюс к этому Ну, плюс к этому тоже там восемьдесят сто цветов И так далее, и так далее Но знакомство я начну с Тей Гувернер Пожалуй, вот с этого набора Здесь уже в наборе идет восемнадцатая аида И, как мне кажется, у Тей Гувернер другого-то каунта и нет У нее только или восемнадцатая аида Или вот тридцать шестой каунт Восемнадцатая это или шестнадцатая Может, я, конечно, и ошибаюсь Но, во всяком случае, вот этот набор Он располагает к тому, чтобы начать знакомство с этим дизайнером Именно с этого набора Должна сказать, что мне очень нравятся сюжеты у Тей Гувернер Тоже многие Вот, например, я в полном восхищении от этого сюжета Гортензии Здесь тоже помпионы Шикарнейший букет Здесь мне нравится вот этот очень букет Но мне нравится сюжет, который вышивает Эйна Джагис Которая она пришла к нам Это я имею в виду Леди Единорог Вообще, очень потрясающий красоты сюжет Он, притом, я говорила, да, в эфире При том, что такая она вроде бы непропорциональная И по современным меркам некрасивая Но такое очарование есть в этой картине Какое-то загадочное, непревзойденное очарование Что он притягивает, конечно, к себе взгляд И настолько мне понравился был этот сюжет Что когда Эйна пришла к нам в Эспе И я вышиваю картину Я побежала, конечно, в интернет изучать Что это и вообще откуда это И так далее И тогда же и выяснилось, что Это сюжет вышивки Это и разработанный Тея Гувернёр По мотивам французских шпалер Так, 15 века, да 15 века, которых было 6 По другим источникам 8 И вот как раз, который Инна вышивает Этот сюжет Там олицетворяют все наши Как бы чувства Да, то есть там слух, зрение и так далее И так далее Но очень многого можно рассказывать Об этом сюжете Я думаю, что девочки, которые вышивают Не одна Инна его вышивает Они расскажут, да То есть я Если я когда-нибудь решусь вышивать этот сюжет Я тоже вам буду рассказывать о нём Сейчас речь не об этом Вот Ну так я хотела, кстати, сказать Что вот по мотивам этих шпалер И Golden Kite И Dimensions разрабатывали тоже свои наборы Но, кстати, вот Dimensions И Тея Гувернёр Как-то в продаже найти довольно сложно было Вот Ну а потом, конечно, когда я уже поняла Что и не так-то просто это вышивается Мой пыл несколько такой охладел Я сказала, Оксана, справься сначала вот с этим А потом уже будешь думать о более сложных вещах Потому что, как мне кажется Несмотря на то, что Единорог там легко вышивается Я вам ссылку на Инне на видео оставлю Посмотрите Красиво очень И Всё остальное там непростое Ну ладно Итак, Тея Гувернёр Это восьмое место моего топа пугающих наборов или сюжетов Седьмое место Наборы на чёрной конве Или тёмно-синий Я покажу вам один набор Ну, может быть, даже два, да Вот так Может быть, даже два Значит, вышила я за свою вышивальную карьеру Один всего сюжет на чёрной конве Это была четырнадцатая, кстати, конва чёрная Аида Полнолуния Триолис Попытка была у меня ещё одна На чёрной линде вышивать шёвчиковый дизайн Без разметки, без всего И, конечно, это был полный провал И очень сильно охладил мой пыл Я, которые наборы были более-менее уже Не такие любимые, как те, которые остались Я их продала Значит, оставила себе только самые-самые-самые У меня, значит, несколько наборов от Dimensions На тёмно-синей основе Есть две схемы на чёрной основе И там на минуточку всё везде Восемнадцатая Аида У меня были У меня укомплектованы схемы Значит, тоже на восемнадцатой чёрной основе Там, значит, роза с гитарой С тюльпанами тоже букет Но так я и к ним не приступила Потому что вот там плюс к этой вот В чёрной основе восемнадцатая Аида Добавляется, значит, одиночки И частичная зашивка Там вообще это вилы Извините А вот здесь ещё будет другой уровень сложности Я ещё вот отдельно расскажу про эти наборы От фирмы Maya Ну вот Я, конечно, буду вышивать Потому что Ну, буду стараться в такое Более освещенное время Но несколько лет я уже, да Вот я так и не решилась вышивать на чёрной конве Так что вот на седьмом месте у меня наборы сюжеты На чёрной или тёмно-синей конве Или вне Тоже у меня, кстати, есть мерабелька одна На тёмно-тёмно-синей конве Шестое место Занимает у меня Та-дам! Набор от фирмы Estee Это моя мечта-мечта Я именно Разработку этого сюжета Именно от фирмы Estee Полюбила всей душой И я как-то покупала И авторскую схему Боясь Боясь Estee Потому что на тот момент я уже знала Что существует набор Estee Разработка в двух вариантах Что меня пугает в Estee Даже не так, как там одиночки Потому что многоцветки сейчас в тренде Многоцветки я уже всё-таки начала вышивать С одиночками я немножко познакомилась И поняла, что не так страшны одиночки Как их расписывают Но я поняла, что меня пугают сюжеты Наборы с количеством цветов более 150 Как видите, в этом наборе 200 цветов То есть цифра 200, 170, 180 Для меня что-то такое вообще невероятное Это очень много И это тот фактор, который меня пугает Но я надеюсь, что я преодолею это То есть ещё, конечно, тот фактор Что, ну, хотя это и в других многоцветках Может встретиться Где там на 100 клеточек 40 цветов 40 символов Это и в других встречается Здесь же вот, не знаю Помогите, разуверьте Потому что очень нравится Очень хочу вышивать Я прям, понимаете Второй уровень сложности Думаю, это же не так сложно У них есть потрясающий ещё ангел с лажелетом Я очень хочу его вышить Но он четвёртой сложности Четвёртого уровня сложности Это вообще для меня какой-то 80 левел Так что топ В моём топе эстэ занимает Пугающих наборов или сюжетов Шестое место Всего лишь шестое Вот так Дальше в топе Значит, на пятом месте Почётное пятное место Пугающих сюжетов наборов Занимает Мандалы Шатилайн Мандалы от Мартины Вебер Значит, вот Немножко краешек покажу Я поняла, что я вообще В этих схемах Не бум-бум Полный не бум-бум У меня китайский сад И в силу того, что Здесь Ну, вот Если вот так глянуть Да, вот так Ну, это что-то, конечно Здесь и шовчики, и крестики И море бэкстича И другие швы Там всё такое И здесь схема Чёрно-белая Описательная Ключ описательный То есть Бэкстич Он тоже Вот он Это всё надо переводить Это всё надо переводить Поэтому, вот знаете Покажу Материалы здесь Дорогущие И здесь В первую очередь Конечно, у меня страх Идёт просто Испортить Эту красоту Эту вот всю Неземную красоту Здесь такие Потрясающие Материалы Здесь Здесь есть всё, что я люблю И всё, чего я боюсь Вот Так что Мамдала от Шитлайн Занимает Почётное Пятое место В моём топе Пугающих сюжетов Так Следующее Четвёртое Место Вот как раз Я показывала Уже В моём топе Занимают Наборы От фирмы Анкор Майя Ну Вот здесь Вообще Можно там Тоже Восьмидесятый Уровень Поставить Потому что Ко всем Примочкам Которые Есть У Анкор Майя Здесь Добавляется Тёмная Синяя Канва У меня Замечательный Набор У меня Сколько Шесть Штук По-моему Да Шесть Один из них Мне дарили Остальные Я покупала Сама Значит Хотела Было Купить Ещё Вот Есть Тоже Там Такая Какая-то Как С флейтой Такая Тоже Девушка Я Не Решилась На неё Потому что Там Плюс Супер Частичная Зашивка Здесь И так Она Тоже Супер Частичная Значит Что Здесь Ну Четверть Крестики Я Я Я Я Я Не Боюсь И так Далее Не знаю Насколько Они Муторно Вышиваются Но Как-то Мне кажется Это Не Самое Сложное Что Есть Но Хорошо Это Четверть Крестики Это Обилие Бэкстича Это Частичная Зашивка Хотя Есть И Сплошной Зашивкой Как Вот Допустим Вот Этот Пейзаж Или Павлин Вот Кстати Вот Этот Он Не Настолько Пугающий Мы Его Убираем Из Этого Топа И Как Мне Кажется Эти Тигрята Они Тоже Здесь Не Настолько Пугающие Как Допустим Вот Этот Вот Плюс Этот Павлин И Вот Эти Два Вот То есть Море Бэкстича Четверть Крестики Тоже Есть Одиночки Где-то Но Не То Что Одиночки Маленькие Групки Частая Закрепка Ниток Бэкстич Дробный Здесь Как Раз Тот Случай Когда Не Прокатит Мой Вариант Когда Вышиваю Я Вышивать Люблю Бэкстич По Окончании Работы То есть Здесь Нужно Сразу К этому К этой Сложности Добавляется Что Здесь Еще Частичная Зашивка То есть Здесь Вот Закрепка На закрепке Будет Вот так Да И А здесь Добавляется Плюс Ко 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 Что Это Еще И Темная Канва То есть Четко Стабильно Четвертое Место Моего Топа Пугающих Сюжетов Любимых Но Пугающих Сюжетов Для Меня Да Это Фирмы Я Поэтому Вот У меня Есть Еще Девушку Вот эту Я так И не Купила Не знаю Готова Ли я Ее Покупать И Вышивать И Вот Еще Есть Пейзаж С мостом Я тоже Рассказывала Который Мне Тоже Очень Очень Нравится Но Я Так И Не Решилась Его Купить Вот Именно Что Знаю Что Есть Такие Сложности А Я Еще Так Не Один И Не Начала Вышивать Так И Не Решилась На Нем Может Стоит Действительно Включить В Планы Хотя Б Вот Какой То Из Этих Наборов На Следующий Год И Начать Может Я Не Знаю Может Начать С Малого Здесь Львята Или Вот Так Этот Пейзаж Ну Вот Жду Ваших Советов Что Вы Можете Рассказать Как Что Как Справиться С Мне И То На Третьем Месте На Третьем Месте У Меня Занимают Фирмы Набор Буцилла У Меня Их Есть Так У Метри Набора Буцилла Но Там Две Пан И Сбор Сборка Одной Буцилла Но Там Две Панельки От Сэнди Ортон Как Мне Кажется Они Не Такие Страшные Как Вот Эти Читающая Девушка И Баттерфляй Гейша Это Как Это Переводится Бабочковая Гейша Что Это Как Ну Потрясающей Красоты Сюжеты Я Обожаю Оба И Но Тем не Менее У меня Существует Страх Да Что Вот Здесь Плюс Ко Всем Вот Этим Прелестям Анкурмай Добавляется Еще Разбор Ниток Самостоятельный Тоже Вот Он Равномерка Ну Может Равномерка Равномерка Почему Потому Что Я Не Люблю Ее Размечать А Без Разметки Я Не Умею Вышивать Не Люблю Вышивая Потому Что Постоянно Ошибаюсь И Я Не Люблю Мне Гораздо Легче С Я И Не Права Может Быть Надо Потому Что Без Разметки Я Вышиваю Обычно От Центра И Я Там Вообще Далеко От Крестиков Не Отхожу То Чтобы Как То Это Все Гораздо Медленнее Не Так Интересно Когда Ты Бегаешь Одним Цветом По Вышивке Да А Здесь Это Легко Ошибиться Без Разметки Поэтому Я Не Рискую Конечно Вот Ну Вот Буцила Как Раз Занимает Призовое Третье Место В Моем Топе Благодаря Своим Четвертькрестиком Бэкстичу Значит Дробному Тоже Да Разбору Ниток Плюс Тоже Равномерка И В общем Довольно Непростые Такие Наборы Для Вышивки На Втором Месте Прочно Засели Сюжеты Наборы От Которых Присутствуют Элементы Хардангера Значит Таких У меня Скомплектованных Да Потому что Схемы Я Отдельно Схема Отдельно Материалы Таких У меня Сюжетов Три Это Обожаемый Мною Пряничный Домик От Виктория Сэмплер Вышивается Здесь Крейником Море Шелковыми Нити Бисер Милхил Плюс Еще Шелковая Нитка И Здесь Еще Идет Перле Ниточка Очень Нравится Мне Здесь Маячок Гольничка И Как раз Пряничный Домик Вот Этот Не видно Из-за Ниточек Не видно Всей красоты Блин Блин У меня У меня Так Напихано Что Не Получается Все Это Показать Здесь Еще Всякие Бусинки Тоже Красивые Вот Он Такой Красивый Пряничный Домик И Здесь Есть Элементы Хардангера Здесь Домики Непосредственно Окошки Вырезаются И так Далее Вот Этот Викторианский Дом Тоже Очень Шикарный Я Тоже Давно Давно Он Ждет Свою Очередь Когда Я Приступлю Вышивать Но Именно Из-за Хардангера Я Так И Начала Его Вышивать Давно Уже Комплектован Наверное Раньше Чем Все Остальные Я Купила Вот Эту Крышку На Шкатулку Тоже Он Укомплектованный Все И Здесь Вот Тоже Хардангер Именно Присутствие Хардангера Отпугивает Меня Оттого Чтобы Начать Вот Здесь И Сейчас Любой Из Этих Сюжетов У меня Все Есть Все Укомплектованы Бери Да Вышивай Но Вот Страшно Я Здесь Не Показываю У меня Вот Ниточки Отдельно Лежат Перле Которые Здесь Необходимы Тоже Здесь Вот Все У меня Есть Они У меня В отдельной Коробке Но Вот До Сих Пор Пока Не Решилась Вот Именно Страх А Что Там Отрезать Недорезать Перерезать И Вот Такое Четкое Такое Второе Устойчивое Место Занимают Сюжеты С хардангером И На первом Месте Почему На первом Месте Потому Что У меня Было Два Набора И Один Из Них Прекраснейший Набор С Павлинами Я Продала Из Страха Что Я Так И Не Смогу Его Вышить Поэтому Четко На первом Месте Хорошо Что Я оставила Хотя бы Один Себе Тот Который Наименее Сложный Наиболее Сложный Я все Таки Его Продала И Такой Обмен Получился Я поменяла На панельке Сэнди Ортон Вот А вот Этот Вышивается Тоже На равномерке Если Я Не Сшиб Здесь 28 Каунт Тот Был На 25 Каунте Через Одно Переплетение Огромнейший Был Он Вообще Тут Фэнтези Сэмпель Все Таки Полегче Здесь Это Вот Видите Фирма Джанлин Я Говорю Именно О сюжетах Терезы Венслер Море Бэка Огромное Море Бэка Всевозможные Сложности Тоже Вот Эти Частые Смены Ниток И так Далее Кто Вышивает Терезу Венслер Никто Не Говорит Что Она Вышивается Легко Поэтому Я Себе Сказала Что Вот Хотя Одну Мне Очень Нравится И Лошадки Сезонные Терезы Венслер И Нравится Рита Я Уже Рассказывала О том Что Рита Из Австралии Которая Вышивала Птичка Вот Это Очень Красивая У нее Я Тоже С удовольствием Вышила Ее Вот Только Я Боюсь А вдруг Не С удовольствием Получится Из-за Этого Страха Так Пока И Ничего Начала И Оставила Один Единственный Набор Может Я Пожалею О том Что Я Продала Все Таки Свой Замечательный Набор Я За Нем Одно Время Гонялась И Потом Из Страха Я Продала Все Сказала Больше Ничего Продавать Не Буду Пусть Лежит Ждет Когда Я Решусь Это Все Вышивать Надеюсь Что Вы Мне В этом Поможете А Может Быть Вы Разве Мои Своих Страхах Чего Боитесь Вы Мне Будет Это Очень Чего Именно Каких Может Быть Техников Каких Наборов Каких Сюжетов Вы Любите Хотите Вышивать Но Вы Боитесь Этого Может Быть Вы Расскажете Об Этого Комментария Мне Тоже Будет Это Очень Интересно С Вами Обсудить А На Сегодня У Меня Все Мой Топ 12 Закончен С Вами Ок